Глаза И мы верим только в Тебя, Иисуса Христа, во славу Бога. И мы просим Твой Дух Святой, чудесный Дух Святой, веди сегодня нас к престолу благодати, там, где течет река жизни, там, где мы можем получить все, что Ты сегодня для нас приютовил. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Хвала Тебя, наш Господь, хвала Тебя, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебя, хвала Тебя, хвала Тебя, хвала Тебя, Хвала Тебя, Цветлый Дух Святой, хвала Тебя, кида, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Славьте, Господа, И во веку милость Его! Славьте, Господь, Радуйся и веселись, Ты мой Бог, буду славить Тебя, буду Тебя превозносить! Славьте, Господь, Радуйся и веселись, Ты мой Бог, буду славить Тебя, буду Тебя превозносить! Славьте, Господа, И во веку милость Его! Славьте, Господь, Радуйся и веселись, Ты мой Бог, буду славить Тебя, буду славить Тебя превозносить! Славься и веселись, Ты мой Бог, буду славить Тебя превозносить! Аллилуйя! Пой, сердце, пой! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты со мной, Отец! Аллилуйя! Пой, сердце, пой! Аллилуйя! Пой, сердце, пой! Аллилуйя! Пой, сердце, пой! Ой, Аллилуйя, Аллилуйя, Ты со мной, Аллилуйя, Борь в сердце твой. Аллилуйя, 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 Мы не смотрим на проблему, Мы что-нибудь за тебя, Дрока дающего, Дрока всемогущего. Аллилуйя, 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 Борь в сердце твой. Аллилуйя, Аллилуйя, Ты со мной, Аллилуйя, Борь в сердце твой. Прославляй Христа, прославляй всегда. Прославляй Христа, прославляй всегда. Прославляй Христа Прославляй всегда Прославляй всегда Аллилая Иисус Мы славим Тебя на этом месте Мы превозносим Тебя, Господь Мы смотрим на Тебя, на Твой крест Смотрим на то, что Ты ранами Своими Нас исцелил Помоги нам сегодня Прославить Тебя в дуке Твоем Чтобы то, что Ты для нас приготовил Стало нашим наследием Во Христе Иисусе Ибо написано, что Во Христе Иисусе Да и Аминь Хочу очистить, хочу исцелить, будь здоровым Это говорит Бог, любящий Бог говорит своему народу Я Господь Бог, целитель Твой Аллилуйя Дух Господа Бога на мне Он помазал меня Нищим благовествовать Сокрушенных исцеля Дух Господа Бога на мне Он послал меня Пленных освобождай Темницы открывай Проповедовать ты лета Проповедовать ты лета Проповедовать ты лета Господне благоприятное Проповедовать ты лета Проповедовать ты лета Проповедовать ты лета Господне благоприятное Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, пришел Иисус! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, Дух Господа Бога на мне, Ибо Он хамазал меня, Нищем блага и ствола, Сокрушенных и селях, У Господа Бога на мне, Он послал меня, Пленных освобождать, Темницей открывать, Проповедовать лето, Проповедовать лето, Проповедовать лето, Проповедовать лето, Проповедовать лето, Иисус! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, пришел Иисус! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, Дух Господа Бога на мне, Аллилуйя! Дух Господа Бога на мне, Он на мне и тебе, Дух Господа Бога на мне, Аллилуйя! Лето Господа Бога на мне, Он на мне и тебе, Дух Святой! На мне и тебе, Дух Святой! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, пришел Иисус! Лето Господне пришло, Аллилуйя! Лето Господне пришло, Дух Господа Бога на мне, Аллилуйя! Лето Господне пришло, поскольку Он на мне и тебе, Дух Господа Бога на мне, Аллилуйя! Аллилуйя! Лето Господа Бога на мне, Аллилуйя! Дух Святой, Дух Святой, наполняй сердца своей живой водой. Оживай нас, иссягай нас, Дух Святой, Бог живой, наполняй нас живой водой. Дух Святой Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, оно было вначале у Бога. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет, свет для всех людей, взрослых и детей. Сверх, Иисус Христос наш свет, Иисус Христос наш Бог, и дети мы Его. Жизнь, Иисус, наша жизнь, Иисус Христос, Господь, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос, Господь, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос, Господь, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, Иисус Христос наш Бог, и дети мы Его. Сверх, Иисус Христос, Господь, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, Иисус Христос наш Бог, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Сверх, Иисус Христос наш свет, и славим мы Его. Свое сердце распахну, и наполнится уста хвалою. Жертв укус моих принеси, будь со мною во все дни, Дух Святой согреемся любою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воспевай благодатья Иисуса Христа. Наполняемся твоим трудом, Прославляем тебя наш Господь, Наполняемся твоим духом, Чуды наш Бог, Бог живой, Бог святой. Двигайся, двигайся, Бог святой, Двигайся, двигайся, Бог живой, Чуды вечны, животворящие. Животвори всех нас, оживляй, оживляй, Исцеляй, исцеляй. Течет река, течет река, Течет река, от престола благодатьи. Течет река, течет река, Жизнь и река, оживляй, всегда. Как ты любишь, как ты любишь, Как ты любишь, как ты любишь, Течет река, течет река, течет река, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Славим, славим, славим лишь Тебя, Иисус, славим, славим лишь Тебя, Господь. Славим, славим, славим лишь Тебя, Иисус, славим, славим лишь Тебя, Господь, Господь. Славим, славим. Славим, 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 славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Господь. а а а а а а и и а и и иск и и Бог, дай нам погрузиться в Твои объятия, Иисус, мы все так нуждаемся, мы все так ждем от их встречи, ты следи, пустая среда, растопить всякого людей. Драгоценный Дух Святой, сожги все, что тебе мешает быть близким с нами, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твою нежность, мы так благодарим Тебя, Господь, как Ты стал близки Немуисеева, Ты тот же, Господь, Ты среди нас, Иисус. Отец, простой в Свою руку, преклонись Твою ухо, дай нам насытиться присутствием Твоей, дай нам насытиться близостью Твоей, дай нам почувствовать прикосновение Твоего лица к Нашему лицу, возьми каждого за правую руку, Господь, и привлеки к Себе близко-близко, в Твоем присутствии, все, что нам нужно, в Твоем присутствии, мы исцеляемся в Твоем присутствии, мы окунаемся в Твоем присутствии, однозначно, в Твоем присутчиво ухо, как да ини place Твоем присутствие к Себе блабе Лебеди,ших Твоему долю Rever recognize Твоегоorn, в Твоем Joker shape и без взяти inglожен databases money от работали с Твоем посруг, появлению для полиц 많이 ниг Kevin Meraфима, и в Твоем urineое мастерство, получается славен수 из noting д자가 пишет это allows мастерства, который вследствие Все, кто страдал болью в спине, мне кажется, все почувствовали прикосновение. У кого с правой стороны были проблемы, вы пришли с этой боли, ведь Господь касался вас и выстелялся. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за это чудесное, удивительное время. Ты никогда не обходишь это место, Господь, ты всегда приходишь раньше, чем мы, чтобы принять на свое объятие. Благодарим Тебя, Дух Святой, Царство, Господь, Царство, Царство, Господь, власть Духа Святого на этом месте, Иисус, Господь. Благодарим Тебя за это время, Господь. Огонь, огонь Духа Святого. Брагой Дух Святой, пройди все внутреннее, пройди наши души, сердца, тела, Дух Святой, пройди, Господь. Пройди, Господь, во все внутреннее. Наводи в свой божественный порядок. Молцы, паства Твои, мы Твои, Господь, великий Бог, Ты всегда среди нас. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Ислава, благодарим Тебя, Господь. Великий Бог, великий Бог, Твое присутствие, Твое присутствие, но раз, сам, дай. Благодарим Тебя, Господь. Я люблю Вас, Господь, и Господь, и Господь, и Господь, и Господь. И давайте не будем угошать Духа Святого. Мы поблагодарили за Его присутствие. Мы поблагодарим сейчас за каждую мобильную связь, которую у нас в руках, а потом это все отключим, и будем слушать только Дух Святой. Настроимся на чувствительность. Великий Бог. Благодарим Тебя, Господь, за удивительное время. Ну, Вы все узнали Валерия по голосу. Может быть, кто-то не видел его в лицо? Это Валерий Короб. Сколько лет... Я хочу Вам представить Олю. Дорогая Церковь, я Вас приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И какие бы у нас не были какие-то проблемы, мы всегда побеждаем кровью Акса и свидетельством Слова Его, Са Его. И я хочу сказать, что у меня была простуда, и после этой простуды у меня месяца два был кашель такой, днем ничего, а когда я ложу спать, у меня потом начинается кашель. И тогда я выкашляюсь хорошо, а потом засыпаю. И когда я пришла на служение, я когда уже шла на служение, у меня началась сильная боль в горле. И вот я иду даже вот на этой площади и думаю, ну надо же мне, опять это мне возвращается. Но я побыла здесь на служении, и эта боль была острая. Но когда я ехала даже в метро, я, ну так, человек, Господи, понимает, что сатане это не нравится. Но я в вере стояла, что рано в Иисуса Христа мое горло, мой кашель исцелет, и я свободна в Иисусе Христе. Перестите, но когда я легла спать, кашля уже не было. Когда я проснулась, с тех пор у меня этот кашель прошел. Так что я верю, что только это... Ну, я вообще рада, что я попала сегодня на служение, потому что я вообще лежала на кровати и не могла себе даже поднять. Я знаю, что это нужно делать, и слава Богу, что я здесь. Я хочу сказать прежде всего то, что если кто-то не понял, что здесь происходит, идет война. Мы все на войне, и это правда. И пока все хорошо, и все здорово. Очень радостно славить Бога, и все получается, и песня звучит, и все замечательно. Но когда сатана наносит удары, вот мой муж постеснялся, он сидит в зале, вон он с заклеенным носом, с фатакеном черепом. И у меня точно такое вот здесь, я еле дошла. Вот мы в сторону подняли себя и пришли сказать, что нам это не принадлежит, потому что Господь за все это заплатил. Заплатил. Да, оно будет приходить. Оно будет стараться платово-кнуться, но это нам не принадлежит. Поэтому, дорогие, выласть и закупал, давайте будем уже стрелять тяжелой артиллерии. Вы не скажете. Я хочу сказать, что вы с нами соскучились. Я соскучилась, да. И что Господь была. Он говорит, воззовите, и я услышу. Я слышу. Покажу, увидите, а не доступны. Но это было со мной немножко по-другому. Я не живала. И в тот момент я была в коме. И в три дня, и он пришел и поднял меня. Врачи говорили, мы не думали. Мы не думали. Ну, короче, он достал меня в свою жизнь и поднял. Это было, оказывается, шифер была на комнате в стилении. В прессе я, значит, приняла химию последнюю. И должна была пройти кафе и там все остальные. И на выходные дни я поехала кафе и голоди. Уже? Нет, даже не надо. После химии? После ком? Нет, ну нет, нет. Это было химия. В четвертый сербис не было выназначено для выходных, и я поехала. А там у вас в посетение на понедельник меня забрала скорая. И я была на нервничном отделении на Подоле, в комнате, даже поясе всего. И там меня, так сказать, Бог поднял. У меня жизнь поднял. И когда вы забрали, я не забрала, я была поменей, я не забрала сознание. И я думаю, на данном отступе, что он всегда с нами, он всегда с первой в ситуациях. Он тогда даже не взрывает к нему, он всегда с нами. И когда я выписалась домой, в описании 22 июля была уже дома, вот я смотрела к Алине, и он говорит, сегодня ваш день. Сегодня ваш день исцеления. Я говорю, Господь, сегодняшний день, мой исцеление. Я отлично поднялась, и мне было так легко, мне ничего не бояло. Я была прям вся, абсолютно никакой слабости, ну абсолютно ничего не было. Мы говорим, что это так хорошо. Вчера мне это было еще плохо, вчера мне было плохо, сегодня мне это хорошо. А вот я смотрела, я же приняла исцеление. Я записала исцелом. Это день моего исцеления. Старое прошло сейчас все новое. Умерло прошлое, сегодняшний день. Вот так вот я приняла свое исцеление. Вы приняли, но день исцеления вам высвободят 2000 лет тому назад. Вы это имели и позавчера, и год тому назад. Вы приняли, мы принимаем свое исцеление, потому что 100% исцеление. Это касается каждой задачки нашего тела, каждой части нашей души, каждой сферы нашей жизни. Это было высвобождено 2000 лет тому назад. Хотя люди, когда в тот момент смотрели на Голговский крест, они думали, что ситуация хуже некуда. Оставили домы, детей. Оставили все и последовали за тем, кто сказал, великое недоступное покажу. И он не приходит в Голговскому кресту. И все так плохо. И кажется, что все так плохо. И нам кажется, что хуже некуда. И так как у меня нет ни у кого так плохо, нам так кажется. И это все видимое. И это так тяжело выглядит. Но в этот момент, там на Голгове, происходила самая великая победа в истории человечества. Один раз, одним приношением. Навсегда. Навсегда. Господь, мы благодарим Тебя за все, что происходит от Твоей Святой Крым. Давайте мы вместо огорода, вообще-то, будем укрепляться Господа. Вот давайте мы будем укрепляться до тех пор, пока Вы не встанете, и из Вас не будет источать жизнь. Из каждой клетки Вашего тела, пока не будет источать жизнь. И потом Вы поднимете все вокруг себя. А, это другое дело. Иисус. Слушайте, есть тот момент, когда мы говорим, о, чудо произошло только что. Но это уже результат, понимаете? Это момент, когда происходит чудо. Это результат. Это последний момент того, как Бог нас подготавливал. Понимаете? Он подготавливал нас. Возможно, это даже не один год. Во имя Иисуса. Владимир, подойди сюда. Кто-то. Толя, подойдите сюда. Рострите руки, утвердим. Истерение жизни этой женщины. Она настоящий борец. Она борется. Она борется. У меня такое свидетельство о том, кто молится за свою семью, за, буду, спасется дом весь мой, ну, я и весь дом мой. И я, и вся семья моя будем служить Господу. Мне недавно Дух Святой показал такой. Я увидела, что мой дедушка, он покаялся, когда мне было 16 лет. Это еще был Советский Союз. Мы немножко смеялись, в общем, не принимали. Но он молился за всех. У него было трое детей. И на тот момент пятеро внуков, в общем, он молился. И он ушел к Господу, так никого не увидев спасенными, кроме своей жены. То есть моей бабушки. Бабушка оставалась, молилась, молилась. И потом, спустя где-то года 4, таким чудесным образом Бог начал приводить нас, то есть посылать делателей на наших дорогах. То есть на моей, на моего брата, сестры. Сначала были спасены внуки. Интересно. Потом через нас начали векаться родители. И дедушка, у него было еще три брата. Он молился за них и за их род. И получается, что я начала вспоминать, мы перезванивались. У меня там родственники в Америке живут, кто-то в Якутии. Они, ну, практически 80% из нашей семьи, вот такого близкого круга, уже спасены. И наши дети уже, да. Вот моему сыну уже 19 лет. Он сейчас служит очень так ревностно в церкви. И в таких вот служениях. Он говорит, даже, ну, если воля Божьей, говорит, я буду пастырем. И даже когда у него был там момент подружковый такой, я видела, как Бог так выравнивал его, выравнивал, выравнивал. И младший уже, ну, там, 10 лет он тоже такой ревностный, библию детскую, с таким вот, не совсем детскую, а есть для детей постарше. Он читает, он читает, заплевал. И я смотрю, как это вот действительно слава Божья. И молитвы дедушки моего, они вот работают сейчас, уже спустя, там, 15 лет. Как нам нужны такие свидетельства, правда? Вот давайте свидетельства, не только, чтобы он был первый раз к нам попал. Мы всегда, мы всегда соединяемся, каждый вторник, мы соединяемся. Нужны одни и те же. Мы хотим, чтобы каждый член нашей семьи, чтобы каждый дорогой нам человек был спасен. И чтобы был в близких отношениях с Богом. И мы молимся здесь об этом. Мы не просто говорим, Боже, да, он уже все дал, он ничего себе не оставил. Мы принимаем, мы утверждаем каждый вторник этим словом. Мы учимся утверждать это здесь. Мы соединяемся в 200 человек и в 200 раз на молитву усиливается. Мы не будем расстраиваться. Мы не будем обескуражены событиями. Мы будем противостоять твердую веру. И мы в эту веру укрепляем и утверждаем до тех пор, пока мы не будем видеть результаты в материальном мире. Оно материализуется. Чудеса, чудеса. В какой-то революции, когда были чудеса на служении. Слушайте, чудеса, мгновенные моменты происходили как результат того, что человек за столько десятилетий инвестировал в присутствие Божье. Один человек открывал небо. Бог не меняется. Его желание не меняется относительно каждого из нас. Именем Иисуса я связываю всякое уныние, угнетение. Все то, что вас тревожит в сердце. Выйди вон за эти двери. Моими Иисуса Христа. Всякие угнетающие. Тебе нет здесь места в его присутствии. То же самое выждет у себя дома. Вы дворять. У вас есть вся власть. Сколько власти? Вся. Благодарим тебя, Господь, за силу власти. За все, что ты дал человекам. Ты дал власть человекам. Благодарим тебя, Господь. Мы никогда не будем постыжены. Потому что мы на тебя уповаем, Господь. На твое слово, которое вечное, которое для каждого из нас. И оно во благо нам. Благодарим тебя, Господь. Пусть оно вживается обильно, Господь. Мы открываем свое сердце, чтобы твое слово вживалось. Это текст свидетельств. От того, что мы слышим, что происходит сейчас, среди нас. Наша вера укрепляется. Это возбуждает нашу веру. Это возбуждает наше желание делать так же. Мы продолжаем это делать. Мы будем верными. А домостроители требуются что? Верность. Мы будем всегда говорить то, что написано в Слове Божьем о нас. Мы будем смотреть в Слово как в зеркало. Мы не будем говорить то, что мы видим на бадуарном столике зеркало, да, женщины. Мы будем говорить то, что написано о нас в Слове Божьем. А там написано, обновляется подобная твою юность. И Сар родила в 90 лет. И 120 лет было Моисею, когда зрение его не притупилось. И это зрение было лучше, чем 85. Потому что это законы Царства Божия. Бог дал нам свою природу. И мы теперь живем по законам Царства Божьего. Мы подчиняемся. Все, что нужно, это подчиниться этому. И мы с вами Богом за все, что происходит в нашей жизни. У Оли был насморк, и он прошел. И когда Оля шла в послужение, то, нечаянно подсказнувшись, она сильно ушибла ножку. И благодаря молитвам произошло исцеление. Правда? Да. Это Татьяна. В этом году меня Бог побуждал жертвовать братьям и сестрам на радио Эммануил. И просто благодарных Богу. И Бог очень сильно благословлял моих детей. Когда я пожертвовала на радио Эммануил, ну, такой самую хорошую. И буквально в этот же день позвонили, сказали, что дочери, ну, предложили работу, зарплату в три раза больше директора филиала. И она уехала в другой город. Это просто чудесно. Потом я просила Бога, чтобы у них у каждого была своя семья, дом отдельный, чтобы они были самостоятельные, потому что они дома немножечко так это за мамой были. Вот. Сильно не молилась, но вот так вот немножечко просила. Вот. И когда я жертвовала братьям и сестрам, тоже брату нечем было платить за общежитие, вот, тысячу гривен, то Бог мне вернул потом. Семьсот гривен оказалось в кармане. Брат за меня помолился, умножь в шестьдесят, Господь, в сто крат. А я думаю, о, Бог, в сто крат это много. И ограничила Бога. И потом прихожу домой, а в кармане семьсот гривен. Я говорю, Господь, теперь я согласна на сто крат и на больше. Вот. Но дело в том, что потом мои из очереди предложили еще учиться и оплатили, но большую сумму. В Киево-Могилянской академии тоже очень большую сумму. Да. И потом я опять благодарила за спасение своих близких тоже такими большими суммами. Но не потому, что у меня вот так вот много есть, но у меня, может быть, Бог верный. Да. И все пройдет, а за спасение жертвы будут продолжаться. Да, что-то я ограничила. Я себе не покупала, там, и дома сильно не покупала, и муж с апреля зарплату не получал, и дети. Это уже нюансы. Это уже нюансы. Но меня это не останавливало. Вот. У меня Бог положил на сердце, я пожертвовала. И очень сильно Бог, да. И потом работу сын дал тоже я просила. То есть вот через детей очень сильно меня благословляла. И очень Бог и благодарна. Спасибо. Мы будем видеть, как все эти вещи, о которых мы читаем и восторгаемся в Библии, вот это будет происходить лично в нашей жизни, вокруг нас. Вот наши глаза будут это видеть. Наши руки будут это ощущать. Мы будем это осязать. Потому что вот, вот это сейчас. Мы делаем это, понимаете? Я хочу сказать, люди, которые сеяли вот, люди, которые сеяли вот на конференцию, чтобы те, кто не могут доехать и отнести это ведение, эту жизнь у себя туда-домой. Я говорю, мы хотим так, чтобы это было как в Финляндии. Я вам рассказывала, когда мы приехали первый раз, у нас нет, чтобы было доехать. И кто-то вот там, они организовали такую группу, кто сеял. И потом нас знакомили с этими людьми. Вот они посеяли, не хотели выйти на плоды. Они хотели посмотреть на плоды. Куда они посеяли? И сейчас вот мы отрапортовываем всякий раз, что происходит в Украине, в России. Вот где комнаты открываются, какие чудеса происходят. И люди, наверное, смотрят на это. Мы посеяли один раз. Посмотрите, сколько жатвы. Благословляет это Господь. Мы хотим познакомить, вот точно так же, мы хотим познакомить тех, кто сеяли на переездном или перелет людей, которые не могли сами доехать, чтобы пройти до мучения. Мы потом познакомимся, будем удивить, куда вы посеяли. Как это будет идти, будем наблюдать за своими плодами. Все удивительные вещи. Бог благословляет. Не человек. Бог. Бог сделает так, и я благословлю. Нам нужны не деньги, нам нужно благословение. И мы тогда становимся магнитом для всего остального, в чем нуждаемся мы, в чем нуждается, которому нужно уделить нуждающемуся. Потом шире, шире, шире круг. Бог говорит, делай так. Это благословение. Ты будешь в благословении. То есть мы должны быть в благословении. То есть Он дает что-то в руку, чтобы мы это посеяли. Все остальное дело Бога. Все остальное Он делает. Понимаете? Поэтому упираться, ну, не нужно особенно, вредно. В поте лица это проклятие работать. Вы знаете об этом? В поте лица это проклятие. А благословение, это когда мы принимаем свое наследство. Конечно, дело Бог благословляется. Но мы должны научиться принимать веры, все необходимое для жизни и благочестия. И мы подчиняем себя этим законом. Есть свидетельство? Вы знаете, что хочу сказать? Что? Когда грядет вот эти кризисы, кризисы, там бензин дороже становится, все бензин. Я говорю, что ты беспокоишься? Я житель Царства Божьего. И Бог обо мне позаботится. Вот смотри, был ли когда-нибудь за столько лет, чтобы у нас не было денег на бензин, чтобы поехать на дачу? Он на меня смотрит. Да. Я говорю, ездили, и он подхватывает. Мы ездим и будем ездить. То есть, вы понимаете, что я говорю? Неверующие, неверующие, они видят, как работает слово, и как работает таяние, и как работает Господь в нашей жизни. Такое мое свидетельство. Я думаю, самое время сейчас об этом и молиться, потому что так интересно складывается служение, что давайте об этом и молиться сейчас. Мы дышим свободно. Господи, благодарю Тебя. С левой стороны шея. У кого-то прикосновение шеи. С левой стороны шея. Не знаю, вы чувствуете это. Вы должны чувствовать то, что я называю, какой-то орган. Вы должны чувствовать это. Бог прикасается. С левой стороны. Шейный отдел. Исцеление. А вы принимаете исцеление. И мы подаваем обычно руки, да, чтобы вы принимаете. Это я, Господь, это я. Я так научила в России. Вот уже все поднимали руки. Это я, это я. И в конце выходили и свидетельствовали. Потом мы сядем. О, давайте мы сделаем так. Мы оставим время для свидетельств, что происходило сегодня на служении. Хорошо? Бог никогда не обходит. Никогда. Даже когда место новое. И люди какие-то чужие. Я их никогда не видела. Слушайте. А Бог приходит еще раньше, и с первым звуком он начинает являть себя. Везде. И никто не шумит. И не уважает Духа Святого. В объятиях был у Него. В объятиях. Не выковыривайтесь. И каждый член нашей семьи будет спасен, исцелен, освобожден. Из рода в род, Господи. Из рода в род. Добрый вечер, слава Иисусу. Откроем Матфея, девятнадцатую главу, из тринадцатого стиха. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. Вот это вот фраза. Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне. Почему-то ученики возбраняли. Что они себе думали, я не знаю. Возможно, думаю, толпы людей ходят, да, еще дети под ногами путаются, и они действовали по плоти. Они еще не уразумели, как ценно, чтобы дети с маленького возраста знали Иисуса. Пустите детей, говорит Иисус, и не препятствуйте им. Всегда есть препятствия, большее или меньшее. Это препятствие может приходить через людей, а может через обстоятельства. Может быть такое окружение у наших детей. У кого-то маленькие дети, у кого-то постарше, у кого-то ребенку 40 лет, но он остается ребенком. И ему тоже надо не препятствовать. Ему тоже могут препятствовать и люди, и их мировоззрение, его мировоззрение, обстоятельства. Но всегда за людьми и за обстоятельствами стоит только одна Личность — это Сатана. Вот это он препятствует, потому что это только его интерес, чтобы человек не увидел свет Евангелия, не узнал Иисуса лично и не принял свое спасение. Поэтому, когда мы молимся за наших детей, маленьких и больших, мы не препятствуем им. Наоборот, мы пускаем их к Иисусу нашими молитвами. Мы разрушаем эти препятствия, как бы они ни выглядели. Мы разрушаем эти препятствия во имя Иисуса Христа. Это значит Его сила и Его могущество. И мы знаем, что эти молитвы по воле Божьей, потому что Иисус сказал «пустите и не препятствуйте». Поэтому мы и делаем это в наших молитвах. Мы провозглашаем, мы пускаем наших детей, мы освобождаем их на свободу, в свободу славы детей Божьей. Таковых есть Царство Небесное. Иисус сказал «не препятствуйте им приходить ко Мне». Именно к Иисусу. Он не сказал «не препятствуйте им ходить в церковь» или не сказал «не препятствуйте им изучать Писание». Как бы хорошие дела, да? Ходить в церковь, изучать Слово Божье. Не сказал «не препятствуйте им молиться». Все это да, все это хорошо. Но первое, что должен сделать каждый ребенок и каждый взрослый, это прийти к Иисусу, узнать Его лично. Потому что можно полжизни проходить в церковь, но так и не уразуметь, кто такой Иисус и что лично для меня Он сделал. Одна учительница в школе мне рассказывала, что когда в 90-е годы стали верующие, получили доступ в школах, ходить, проповедовать, проводить библейские уроки, то она говорит «я ходила на эти уроки, так интересно женщина рассказывала, вот я ж вроде и православная и знаю все». Но она так живо рассказывала об Иисусе, она ставила, знаете, такие на подставочке фланелевая ткань была натянута, и картинки просто прилеплялись. И она рассказывала, как Иисус родился, как вот пришли Ему поклониться мудрецы, как потом Он жил, как Он умер, как Он воскрес, и что это означает. Она приносила Евангелие в картинках для детей. И эта учительница слушала каждый урок, а потом говорит «я пошла в церковь, в православный храм я пошла, я увидела там нарисован Иисус, и я сказала «Иисус, теперь я знаю тебя, я знаю кто ты». Я говорю «слава Богу, вы родились свыше». Это было что-то, это была новая жизнь, потому что я ходила в церковь, но я не знала ничего об Иисусе. И Иисус говорит «пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне». Первое, дети приходят к Иисусу. Взрослые приходят к Иисусу. Личная встреча с Иисусом. А дальше и общение в церкви, и изучение слова, и молитвы, они теперь наполнены смыслом, они теперь наполнены Иисусом. Давайте молиться за наших детей и отпускать их на свободу, отпускать их к Иисусу. Господь и Бог, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, Отец Небесный, мы благословляем Твое Святое Имя, мы воздаем Тебе честь, славу и хвалу, потому что только Ты достоин всей славы, только Ты достоин нашего поклонения. Нашего восхищения Тобой, нашей любви. Ты достоин Господь, и мы прославляем Тебя. Иисус, мы благодарим Тебя за жертву Голгофскую, благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас, для наших детей, для каждого человека. И мы верою провозглашаем Твое спасение в жизнь каждого нашего ребенка. Во имя Иисуса Христа мы отпускаем наших детей на свободу. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем все непрепятствия. Мы снимаем эти узы сатанинские, мы убираем пеленусы в глаз. И Ты, ослепляющий умы наших детей, не имеешь власти и силы, потому что мы силой Божьей, по имя Иисуса Христа, через жертву Голгофскую кровь Иисуса, мы освобождаем наших детей, мы выводим их из этой темницы. Господь, мы знаем, что там, где они находятся, прямо сейчас, силой Духа Святого, Ты прикасаешься к каждому из них. И эта пелена спадает, оковы рушатся, кузы развязываются, и наши дети свободны. Мы называем их по вере, искупленными, оправданными, освященными кровью Иисуса Христа, спасенными, ходящими в полноте Божьей. Мы прославляем Тебя, Господь, потому что один Ты даешь им эту свободу. И это действительно истинно и ценно. Только то, что есть ценно в этой жизни, это Твоя свобода, Господь. Это полна Тат Твоего благословения. Благодарим Тебя, Господь. Наши дети целостны, восстановлены, исцелены. Они свободны от всяческого угнетения во имя Иисуса Христа. И это делаешь Ты, Господь, просто потому что любишь нас, любишь наших детей, просто потому что Ты уже это сделал, совершил. И мы благодарим Тебя, Боже Великый, славим Тебя, старственное и Святого Духа. Аминь. Обетование Божье распространяется дальше одного рода. Дальше, гораздо дальше. Мы можем увидеть четыре поколения спасенных и счастливых в Боге детей, внуков, правнуков. Мы благодарим Тебя за это счастье, Господь. Ты все вкладываешь в наше сердце. Присаживайтесь. И у кого-то с правой стороны, я не перерывала ее на молитву, с правой стороны, возможно, это грунт. У вас горит сейчас, Бог касается вас. Под правой, я бы сказала, под мышкой, но это ближе к груди. И, возможно, проблемы в роде. Просто примите это. Не прошу поднимать руку. Просто примите. И ранее у вас была такая огонь в животе. Кто переживал это, просто понимаете, что Бог исцеляет вас. И с левой стороны, сзади, поясничная часть. Извините за мой скульный, медицинский язык. Но я думаю, что все происходит, и вы это понимаете. Я прошу, в конце служения, не бойтесь свидетельствовать о том, что было и вышло. У вас была боль, допустим, острая и ушла. И вы чувствуете, вот каким-то образом человек чувствует, как человек чувствует, что что-то не в порядке с его душой, или какое-то угнетение, или что-то мешает ему радоваться, и он чувствует это каким-то образом. Человек чувствует это каким-то образом. Просто выразить это невозможно. Но вы чувствуете это, точно так же вы чувствуете, как Бог прикасается, правый локоть, моим Иисусом Христа. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Благодарим тебя, Господь, за все, что здесь происходит. Это деяние Духа Святого. Здесь нет никакой славы человеческой никогда не будет. Это деяние Духа Святого. Бог царствует. Просто мы даем Ему место. Просто мы привлекаем Его своим сердцем. А Он так хочет творить то, что Он делает, две тысячи лет тому назад. Потому что Он никогда не изменится. Он никогда не меняется. Дела, которые я совершил тогда, я хочу совершать и сейчас. Только через вас, потому что у меня других тел нет. Других рук нет, о которых вы прикасались. И через эти руки, через ладошки и пальцы будет те, чего сила Духа Святого. Он желает, чтобы Его народ был свободен. Он желает видеть своих детей счастливыми. Он никогда не изменится в этом. Он Бог есть любовь. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он хочет, чтобы мы познакомились, истинно. И поэтому Он послал Слово. И исцелил. И избавил от могил. И это Слово вживается в нас. И потом открывается в нас. Когда оно открыто, все. Вам уже не важно, что увидят в ваши глаза. Вы знаете, потому что вы знаете, потому что вы знаете. И тогда это происходит чудо. И тогда происходит чудо. Водолевая Тебя, Господь. Водолевая Тебя, Господь. Я повелеваю всякой костной системе, которая переживает боль и неустройство. Исцелиться. Войми Иисуса. Кость точно не сокрушится. Вы знаете об этом. Кость не сокрушится. Поэтому всякие болезни в костях не могут вообще приближаться к вам. Я не от этого мира. Я не от этого мира. Моим Иисуса Христа. Мы с вами сегодня нырнем очень важное местописание. Очень важное местописание. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Марка, 11 угол. Марка, 11 угол. Бог сказал нам, что это очень важно. Я знаю, что все это читают. Я знаю, что все это знают. Я это знаю. Но когда приходит ситуация, мы не всегда готовы ответить. Вот так. 11 глава, 23 стих. Имейте веру в Божью. Ибо истинно говорю вам. И все, что, Господь, ты хочешь нам сказать, пусть это будет в открытом сердце. Господь, открой наши сердца своими руками. Пусть не будет никакой предвзятости. Пусть ничего не будет того, что человеческое, душевное, бесовское написано. Господь, пусть Твое Слово пронзает нас насквозь. Освещает. Вычищает от всякого мусора и неверия. Пусть Твое Слово разделяет душевное от духовного. Пусть Твое Догосподствует и царствует. Говори к нам, Господь, так, чтобы принять, усвоить, переварить это все, как хлеб с небес. Чтобы лишнее ушло, а витамины усвоились, и мы стали бы крепче, чтобы в день злой противостать. Все, что нужно противостать, нужно суметь. Первая рябца очень важна. Она должна быть правильная. Имейте веру Божью, Бог говорит. Каким образом? Имейте веру Божью, говорит Господь. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, как бы не выглядела эта гора, я прошу вас, примите исцеление. Вот шея, левая сторона. У кого эта боль? Примите свое исцеление, пожалуйста. Скажите, я принимаю моим Иисусом. И положите руку на то место. И Бог будет теть через вашу руку. Кто скажет Горесии, поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем? Но поверь, что сбудется по словам Него. Будет Ему, что не скажет. Кто скажет? Кто скажет Горесии? Будет Ему, что не скажет. Кто должен сказать? Я должен сказать. Иисус уже все сказал. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Бога? Не сказал ли я тебе, не сказал ли я тебе? Нам-то Он сказал. Он все сказал. Он все оставил в этой книге. Все оставил. Он все сказал. Не убавить, не прибавить. Все сказал. Теперь должны говорить мы. Меч обоюдоострый. Он сказал, я сказал. Он сказал, я сказал. И это материализуется. И всякий раз, когда я говорю, слово живое, и оно действует. Всякий раз, когда вы скажете, ваша вера начинает активизироваться. Вы должны дать Богу то, чем он должен работать. Он хочет, чтобы вы верили, что все, что он здесь сказал, оно живо и действенно. И так оно и есть. Единственное, что может преградить этому путь слова, это неверие. Есть вера, а есть неверие. Не усомнись. Только не усомнись. Потому что сомневающийся он не может получить. И потому что Бог спрятал что-то от сомневающегося. Он же не может получить. Человек с двоящимися мыслями, он не может получить. В одну мысль нужно прийти. В одну, которая соответствует мысли Бога об этом. Одна мысль. Один Дух говорит. Один Бог вечный, который никогда не меняется. Один. Одно приношение. Один Христос. Одна вера. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам, говорит Господь. Это синодальный перевод. А перевод Короля Иакова звучит так. Верьте, что получаете, и вы будете иметь это. То есть, когда вы молитесь, когда вы говорите о той горе, вы получаете. Уже все происходит. Почему? Потому что слово «вышло», оно никогда не бывает бестильным. Оно всегда совершает. Вы этого не можете видеть. Вы не можете это видеть сейчас. Возможно, происходит, но ничего не мешает. Возможно, моментально все происходит. Бывают чудеса. Когда бы это не произошло, как результат материализации, знайте, это произошло сначала в духовном мире, тогда, когда вы это источили из своих уст. Это уже произошло. И теперь вступает в действие вера. Вот Бог сказал так. Бог сказал так. Значит, так оно и есть. Не потому, что вы это чувствуете, видите, а потому, что так сказал Господь. Верь, что получил. Верь, если ты сказал. А в радостной вести вообще написано это лучше. О чем бы вы ни молились, о чем бы вы ни просили, верьте, что уже получили, и так и будет. Аминь. О чем бы вы ни просили, Господь, я прошу у Тебя вторую почку. Мне вырезали давно эту почку. Ну, например. Я прошу у Тебя эту новую почку. Я прошу у Тебя новый орган. Я понимаю, что это невозможно по природе вещей, но Ты Бог всемогущий. И для Тебя нет ничего невозможного. И я прошу у Тебя прямо сейчас новый орган. Новый орган. Если Ты сотворял мое тело из ничего, то Ты знаешь, как поправить то, что вышло из строя. Ты Афр. Ты мой Творец. Из ничего. Меня когда-то не было. Он спросил, где же я был? Не было. Но я была в сердце Отца. И вот это материализовалось. Если чего-то не хватает, Бог против недостатка. Он говорит, ничего не достающего, но ничего не сломленного. Ничего сломленного. Боже, у меня сломленный зуб. Ты мой Целитель. Ты мой Целитель. Я прошу у Тебя, Господь. Я могу приходить Тебя как к тому, кто уничтожает раковую опухоль, потому что я знаю Тебя как такого Целителя, который уничтожает рак в моем теле. Я знаю Тебя как такого Целителя. Я знаю Тебя как Бога, который образовал мои внутренности, когда химиотерапия и радиооблачения сделали свое дело. Очень успешно. Я знаю, как того, кто проводит через огонь, пришли, а кипятили внутри. И вокруг лед был обложен. И у меня все органы слиплись в одно. Вот так вот меня в таком состоянии выписали и сказали, идите, оправдайте инвалидность. Бог так не считал. И мы обратились, и Он услышал, и показал, и великое, и недоступное, потому что Он Бог, и Он всемогущий. Поэтому я знаю Тебя такого Целителя. Я знаю Тебя, Целителя, исцеляющего от рака. Я знаю Тебя, Целителя, исцеляющего, освобождающего от зависимости, когда тело прогнило до дыр. Я хочу знать Тебя как врача, который ставит новые зубы, если там чего-то не достает. Я хочу Тебя такого знать теперь, и Ты познаешь все больше и больше. Почему мы какую-то область, которую мы можем сделать сами, своими руками, вот как бы и нам Бог тут не нужен. А вот тут мы зависим от Бога, потому что, а вот тут нам не нужен. Помнишь, как? Бог исцелил меня от рака. Молились Таня за женщину в другом городе. Бог исцелил меня от рака, она говорит. Какое счастье! Как же это произошло? Как, как? Все вырезали? Так, вы что думаете, это Бог так вырезал? А что же вы тогда сейчас пришли к Богу? А у меня диабет. Диабет вы вырезать не можете, поэтому вы пришли к Богу. Слушайте, вы должны доверять Ему во всем. Верьте, что получите, и будет вам, что бы это ни было. Как бы это было немыслимо, Его мысли не наши, хочу вам сказать. И ни один звук, который вы источаете во имя Иисуса Христа, не остается бессильным. Он завершает. Поэтому как важно молитва на языках. Бог знает, как о нас молиться. Мы не знаем. Он знает, как. Не добавляйте. Не добавляйте. Иисус Господь. Он царствует. О чем бы мы ни молились. Это откровение подняла Каната Хейгена, когда он был парализован. Еще в юношеском возрасте. И для Каната Хейгена Бог дал миру. Такие откровения, чудесные книги. Мы до сих пор на этом мучимся. Но он не должен был жить по природе вещей. И вот это откровение. Марка 11, 23, 24. Подняла Каната Хейгена еще в юношеском возрасте. И он что-то сделал. Он что-то сделал. Он эти ноги свалил с этой кровати, чтобы потом на них встать. Он поверил Богу. Пришло сначала то, что внутри происходит. Это происходит сначала внутри. Он говорит, что если Бог так сказал, я это имею, и сбросил ноги, которых не чувствовал. Он не чувствовал, когда он сбрасывал руками. Он не чувствовал, когда его слабое тело касалось земли. Он не чувствовал до тех пор... И тут поток пошел по его телу. В веру. Шаг в веру. Верьте, что получили. Верьте, что получили. Помните, мы часто... Я часто на конференции зачитывала отрывок из книги Дэйва Робертса «Сила, рожденная Духом». Духом. О серьезности и молитвенных языках. Я зачитываю притчу о сестре щитовидной железа. Все слышали тут. Я уже читаю это другие народа. Это впечатляет. Откровение Марка 11, 23, 24. Когда приходит откровение по вот этому местописанию, все, я исцелена. И только через неделю, когда она была уверена, что она исцелена, только через неделю зубку, сейчас. Верьте, что получили. Когда бы это ни было, сейчас, через пять дней, через пять лет, вы получили, когда молились. Бог так сказал. Все укушенные от змей в пустыне. В неверие ходит все. И робот в том числе. Вот они роптали, змеи стали кусать. И убивать. И очень много. И в каком-то переводе написано о том, что пусто она была телами, та пустыня. Телами устлали пустыню. Не вошли за неверие в покой. Мы те, кто живем верой. Если Бог сказал, вот так, но сейчас вот так оно и есть. И дьявол будет подходить, спрашивать, а правда ли, сказал Господь, что если скушаешь, смертью умрешь. Зачем эксперименты проводить? Это Бог сказал, умрешь. Бог сказал, человек с двоящимися мыслями не получит. Не потому, что он против, а потому, что не получит. Есть законы. Мы пытаемся, что-то, знаете, делать свое, свои законы выработать, свои пути. У Бога все очень просто. Евангелие просто. Вот белое, вот черное. Вот благословение, вот проклятие. Вот жизнь, вот смерть. И подсказка есть, выбери жизнь. Иисус говорит, я есть жизнь. Все очень просто. Да не отходит эта книга в глаз. Слушайте, у Иисуса Навина, которому сказал Господь это делать, да не отходит книга в себе в глаз. Я думаю, что у него не было меньше времени, чем у нас. У него также не было больше. на всякое время свое время. Войны постоянные. Не знаю, там электричества же не было. Это до... Представить, что-то читать можно было. Да не отходит книга в себе в глаз. Слушайте, там было больше ограничений, чем у нас с вами. Даже царь Давид, то в плену, то еще где-то. Я не знаю, когда у него плена было, сколько детей, сколько жен. Все как-то... Я не знаю, когда плена? Поэтому, знаете, рассказывать Богу же вам некогда просто, потому что нужно кормить семью. Он сам накормит нашу семью. И не нужно будет работать на пяти работах, а на одной, на любимой благословении рук. Спросить надо Господь, где ты хочешь меня видеть? Я посвящаю тебе свою жизнь. И это все будет... Это вера. Праведная вера жив будет. Причем хорошо будет жив. С испытанием будет жив. Написано. Мы обязаны ему поверить. Потому что без веры вводить Богу невозможно. Я не буду противником Бога. Я буду верить Ему. Я буду достигать Его. И Бог дал нам путь, как достигать укрепленную веру. Да не отходит книга. Веришь, что получишь. Ты сможешь в это верить. Почему не отходит? Ты будешь пропитываться этим словом. Оно будет формировать твой рассудок, твой разум, твою душу. И ты будешь способен этому верить. Почему мы не получаем исцеление? Кто-то прячет нас от нас? Нет. Кто-то прячет какие-то финансовые потоки от нас? Нам принадлежит царство. Мы вцепились в какую-то зарплату. Борь, царство желаю. Царство желаю передать тебе. Как своему ребенку. Я царство тебе приготовил. Мы цепляемся за то, что понятно. Вот я понимаю, вот эта логика и подвергается. Вот я это буду понимать, вот тогда я это буду и бить. Нет. Все наоборот. Отпустить. Чтобы великая недоступность достигла, нас нужно отпустить то, что мы держимся. Все наоборот. Верьте, что получите. Верьте, что получили. Мы получили это. И каждый раз это слово проходит через наше сердце, через нашу душу. И мы меняемся. Каждый раз это слово делает нас другими. Это Иисус. Слово Иисус. Мы служили в России сейчас. Знаете, вот просто пограничная зона. Вот прямо под границей. За столовой, где нас кормили. Вот прямо за этой стеночкой находилась уже Абхазия. Это не то, что два шага. Вот просто за этой стеночкой. Следовая полоса. Следовая. Такая же лоса. Контрольная следовая полоса. И большой плакат. Рядышком. Написано. Отсюда начинается Россия. И вот на этом месте мы освобождали простой Евангелие. И люди восторгали делами Бога. Восторгались. Мало того. Сразу же. Сразу же Бог встал и совершал свои исцеления. Освобожили. А те, кто еще не доехали и не собирались. Пасторя звонили туда. И так. Приезжай. Бери билет на поезд. Приезжай. Люди ехали много суток. Некоторые ехали много суток. В поезде. Там шесть суток. Из Сибири. Надо, чтобы попасть на этот контрольный. Они не ожидали. Но когда Бог начал свою чудесную работу, они почувствовали прикосновения. Начали съезжаться еще те, которые не доехали. Приезли парня. Ну, дядя здоровый, конечно. Но там нельзя было понять вообще сколько лет. Вот такая гора большая. Понятно, что не маленький. И всю жизнь мать на себе это несла. Верующий человек, она служит другим людям. И при этом она понимает, что этот человек, ее сын, представляет опасность для других членов семьи. И поэтому закалывали страшными препаратами, чтобы он не был буйми, чтобы он не носил речи, чтобы как-то обезопасить остальные члены в семье. И она привезла его. Я говорю, слушай, мы здесь для того, чтобы отдать вам, чтобы вы потом с этим жили, поднимались и исцеляли всех, кто вам дорог. Мы не для того приехали, чтобы вам это исцеление. Но получилось так, что постоянно. Дима мне обещал только один день просто в море посидеть. У меня не было одного дня, потому что людям было нужно. Очень нужно. Мы имели общение. Постоянное. Два раза у нас было служение. Присутствие было такое сильное. И вот приехал лежать эта пара. Мама с сыном. Трудно понять. Сколько ему лет вообще. Потому что он не реагировал ни на что. Он полтора года не разговаривал вообще. Полтора года не говорил человек. Больше, чем полтора года. Он не мог разговаривать. Эти препараты сильнейшие, они убивали вообще все возможное в его разуме. Он как овощ. Вот двигать его он идет. Не двигать, не идет. Сесть, сесть, встать, встать. Все, ему было все равно. Он не был похож на разумного человека. Он говорит, помолитесь. Давайте начнем с вас. Мне трудно было понимать вообще, что будет происходить или что не будет происходить. Но я знала, что слово было живо и действенно. Буду ли я что-то вести или не буду? Я уже стою перед фактом. Вот ситуация есть, я перед ней стою. Знаете, мы как бы молимся за всех. И часто происходят чудеса мгновенные. Кто переживал моментально. Что-то происходило быстро. Вы только входили в зал и что-то происходило. И вы дальше потом себе сказали, боже мой, я попал сюда и вот это ушло. А это испеклилось. А вот это вот. На служение Бог касается. И человек потом звонит и говорит, слушайте, шишка была, шишки нету. Как это по сути? Да я сам не понял. Происходит. Но есть вещи, которые происходят от того, насколько вы познаете истину. Значит, что-то мешает. Не потому, что Бог что-то спрятал, а что-то выдал. Нет, Он выдал все. Принять сложно все сразу. Потому что где-то что-то мешает. Нужно дать ему починить. Ну, не знаю, почему так иначе. Но мы имеем это прямо сейчас. Мы имеем это прямо сейчас. Он полностью освободился и исцелил. И вот с этой позиции мы подошли к этой истории. Мы помолились, причем не за человека этого, не за этого мужчину, а за его маму. Мы начали копать, что там, откуда это пришло. Как это проклятие держится. За что оно держится в ее жизни, если, согласно третьей главе Галатам, все проклятия отнесены на Голгофский крест. То есть есть что-то, за что это позволяет цепляться. Если у нас тут, знаете, канатопские варианты, то там это вообще, это такие вещи интересные. Там, Балтайский край, какой там, Забайкальский край. Да, Шамар? И в развороте просто все происходит. В расширенном варианте. И познайте истину, будете свободными. Что делать с этого? Он обманывает. А правда ли это сказал Господь, если кто-то у тебя вот такой в семье, и ты упираешься в это глазами, и понимаешь, что что-то не совпадает, что-то не получается, по Слову Божьему. И вот мы учились брать власть, провозглашать Слово, не жить видимым, а жить верой. И принимать от Божьих рук. Разговор состоялся. Мы подняли все эти листы, мы поговорили, мы сказали, давай помолимся, чтобы Бог показал, какая причина вот такого состояния сейчас. Причем у него сердце распространяется. Слушай, я же понимаю, что я убиваю его каждый день. Я убиваю его каждый день, чтобы другим членам семьи спокойно жилось. Так может прекратить это все? Это не может быть ответственность моя. У меня есть свои дети. И мое откровение на тебя не повлияет. Но я четко понимаю, что молиться, когда человек под поддействием препаратов, бесполезно. Поэтому нужно докопаться до этой истины и открыться до этой истины. Все остальное делает истина – Иисус Христос. А мы были в Его присутствии. Постоянно мы были в Его присутствии. 12 дней в Его присутствии. С утра до вечера, с вечера до утра. На этой маленькой базе, на границе с Абхазией. Я не знала, что тогда же она помолилась, приняла от Бога откровение. Она увидела, знаешь, накрытое Его тело простыней. Мы общались завтра и слушали, Оля, это же Саван. Дух смерти. Потом она увидела, что-то много... В общем, это были откровения от Бога. Бог стал говорить в ее сердце, она была готова принимать ответ. И вот это все мы по очереди начали снимать, разрушать во имя Иисуса Христа уже под общей молитвы. Я не знала, что она тогда же, в тот же день прекратила давать Ему препараты. Резко. И что вы думаете? Каждый день, мы встречаемся там на дорожке, в столовой, мы с Димой подходили, я вот так вот клаваю руку на солнечное сплетение, и говорю, я обращаюсь к твоему духу. Твой дух вечный, и он свободный. Встречаю где-то еще. Я обращаюсь к твоему духу. Твой дух вечный, и он свободный. Он свободный. Ты можешь противостать изнутри. Твердую веру. Потому что когда-то он читал Писание, потом бесполезно было читать, потому что вот то было сильнее. Если мы не сопротивляемся, не потому что сатана сильнее, тот у нас всегда больше. Потому что мы ничего не делаем, мы не сопротивляемся, мы не противостоим твердую веру. И как бы, ну что же вы хотите, у него же такой возраст. Неправильная позиция обновляется в этом возрасте юности. Это называется подчиниться Слову Божьему. Я смиряюсь и подчиняюсь Слову Божьему. Прошло несколько дней. Он стал бормотать. Он кому-то мешал на служении, ну, потому что он стал бормотать, что-то говорить такое. Потом он четко говорил, когда мы молились все духом, такое присутствие было. Он говорит громко, «Белые ангелы, белые ангелы!» Ух открывал ему. И когда он слишком громко бормотал, наш такой большой служитель сел за него. И так вот за ухо его, а ну тише, а ну тише. В это время он поворачивается и четкие, четкие слова произнес. Ухо оставь. И мы поняли, Бог царствует. Бог царствует. И когда мы уезжали, мало тебя, и когда мы уезжали, мы продолжали его встречать. У нас, слушай, а смысл взгляд другой стал? Ну, как бы, знаешь, если тело приобретало вот это, ненормальное, столько времени, то дайте телу, как бы, прийти, время нужно на это. Но там произошло сразу, вы понимаете, перелом произошел сразу. Мы не все можем видеть сначала. Мы должны быть верными в вере. И когда мы уже уезжали, ну, что-то там возмущено, что-то там принимало, что-то уже свое желание появилось, или там нежелание купаться, или что-то еще. Но в конце, когда мы уезжали, совершили машину, она подвела нам его и говорит, скажи, что ты мне говорил днем, он сказал. Знаете, вот такое, как бы, состояние прострации на лице, вот, ну, он так спокойненько говорит, спокойным голосом, тот, кто во мне больше. Тот, кто во мне больше. Я думала, знаешь, думала, может, Сатана надурил меня, вот это вот, может, он там больше считает, что. Я бы, а ну-ка, посудили назад, скажи, а кто в тебе больше, говорит, Иисус. Слово совершается, сразу же произошло, как только ты сорвала эту простыню. Сава, Бог открывает, если мы сегодня разговариваем, Бог тоже говорит. Если мы считаем, что мы не, нам кажется, что мы не слышим, а теперь это неправда, потому что Бог открывает ухо, написано, имеющий ухо, да, слышит. Значит, мы обосвящаем это времени. Если что-то вам мешает, мы вас запросим комнату исцеления. Будем проговаривать больше, чем мы здесь имеем времени, но нам нельзя. Я прошу вас под правой рукой, как будто бы жжение такое, как будто бы принять исцеление. Я так благодарю Бога за это. Вот ты поднимаешься, всякий раз ты учишься верить. Верьте, что... Имейте веру в Божью. Верьте, что получили, что уже получили. Ты уже это получил. И будет. Бог, Иисус Христос, снова не молился. Обратили внимание? Хочу. Он знал, что в этот момент это слово совершает свою работу. Он знал, кто он. Он знал, что это слово, сказавшись, по властью совершает прямо сейчас. И перед моментом 11-23 есть история, после которой Иисус сказал, имейте веру в Божью. Вы помните эту историю? История со смоковницей. Иисус сказал вечером, и утром Петр увидел, что она до корня засохла. Иисус проклял ее вечером. Она не сразу же... Молния ударила в нее, и она там покрылась огнем. Нет же ж. Не сразу же. В каком виде он сказал, только у нее досталось. Прошла ночь. За ночь она усохла до корня. И Петр, наверное, Иисус хотел, чтобы он это увидел. И он проходит в нем снова Иисуса со своими учениками и ожидает, что Петр работает на это внимание. Петр говорит, Господь, так вот же смоковница, которую ты... Я... Я так думаю, что Иисус говорит. Потому что если бы все диалоги писать, не хватило бы книг написанная нам. Он говорит, я хотел, Петр, чтобы ты это заметил. Это тебе иллюстрация. Имейте веру в Божью. Вчера сказал, сегодня усохло. Потому что там какие-то процессы были. А тот, который очищался от проказа, моментально, написано, Мария, покрылась моментально проказой, моментально исцелить. Есть какие-то вещи, которые вообще нам не... Нам только нужно знать одно. Когда мы говорим этой горе, когда мы высвобождаем это слово, как благословение или как проклятие, знайте, оно живое и оно действует. И есть результат этого действия. Есть результат. как высвобождается благословение? Да. И благословил Бог и сказал, родитесь, размножайтесь, наслаждайтесь. Как высвобождается проклятие? А что? То же самое? То есть слово, все словом сотворяется. И слова, которые высвобождаете, как сомнение, неверие, это не безобидные вещи. Имейте веру Божью и говорите то, что говорит Господь. Не отклоняйтесь от этой мысли, от Его мысли не отклоняйтесь. Нам необходимо полностью подчинить свои мысли этому слову. Мы будем мыслить, как Он. и мы будем иметь те же плоды и результаты, которые мы читаем, как это делал Он и имел плоды. Бог показал, что нет ничего невозможного. Он показал, Он проиллюстрировал все. Потом передал нам эту власть и силу Духа Святого. Сказал, а теперь вы, вам жить дальше, а я к Отцу иду. И заплачено за то, чтобы находили в полной победе. Он дал нам все оружие. Если бы не нужно было ничего делать, а просто ждать маны с небес, Он не давал бы нам все оружие и не говорил, что мы должны побеждать. Мы должны принимать эту победу. Но выходить на стражение нужно нам. И нужно иметь мужество говорить то, что говорит Слово Божье в противе всем обстоятельствам, которые угнетают, делают больно. Это нужно иметь мужество поверить Богу в это. Но когда это произойдет, один, два, три, не знаю, сколько раз в вашей жизни, если это будет происходить систематически, а это будет происходить систематически, вам понравится так жить, и мы научимся жить верой, а не единым. Мы научимся так жить. Это делает Дух Святой. Он учит нас. Он проводит нас. Он выводит нас. Всегда из Египта, из всякого Египта. Каким бы страшным этот Египет ни был, он выводит нас. Как бы тяжело нам не было. Слушайте, он открывает нам Иисуса Христа. Все, что нужно, это откровение. Ну, кто не читал это местописание? Нам нужно откровение. Нам нужно Слово, которое произведет действие. Хочу очистить. И тот, кто говорил это Слово, знал, что в этот момент все совершилось. Он знал, что получил. Верьте, что получите и будет вам. Верьте, что получили. Вот поэтому они мгновенно исцелялись все. Он знал, кто он. Он знал, что Бог не обманывает, если он так сказал. Пять слов, которые он сказал у Ефезды. Встань, возьми постель твою и ходи. И ты изменила жизнь человека полностью. Пять слов. Да не было многословий моим Иисусом. Вот справа с правой глубокую положите руку у кого-то дискомфорта. Благодарю тебя, Господь, за все, что сейчас происходит в твоем присутствии. Как чудесно будет в твоем присутствии, Господь. Всякое Слово меняет нас. И когда вы видите, что происходит от того, что вы это говорите с верой, всякий раз будет дерзновение. И дерзновение себя вести пройдет время, вы утвердитесь правдой, будете далеки от пролетения и скажите, мне бояться нечего и от ужаса, ибо он не прикоснется и не приблизится ко мне. Откуда ты знаешь? Потому что так говорит Господь. Поэтому бессонница не имеет места в моем доме. Боль, я связываю тебя именем Иисуса Христа. Если вы постоянно в этом пребываете, то им некуда воткнуться этой боли. Вот в чем дело будет. Мы должны пребывать. Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, это чудесное время. Это чудесное время. Мы сейчас пребываем в нем, а он в нас. Он проходит внутрь, чтобы источить покой нашему сердцу, чтобы искоренить все то, что он не насаждал. Он искореняет проблемы. Он искореняет Дух Святой. Наполняй Дух Святой. Дух Святой. Наполняй, Господь, это место. Наполняй это место, Господь. Протекай, Господь, через все внутреннее. Пусть Твоя рука коснется каждого больного места, Господь, в этом теле. Господь, пройдя в самое внутреннее, в глубине нашего сердца и души. Погнали все то, что мы должны вынести на свет, чтобы Твой огонь сжег это. В моем Иисусе Христа я провозглашаю освобождение всякой душе и повереваю всякому угнетающему Духу оставить это тело во имя Иисуса. Всякому угнетению оставить во имя Иисуса Христа. Оставить это тело. Имейте Иеру Божью. Какая бы болезнь ни была, назовите это по имени. Выплюйте ее и скажите на ней что-то никакого отношения. Какая бы проблема ни была в вашей семье или доме, даже если она неразрешима. Давайте называть вещи своими именами. Не приключится и не сбудется. Все, что не от Бога, не приключится и не сбудется. Если через грех пошла эта проблема, покаритесь, вы будете свободны от этого. Ибо Господь понес все грехи на Гогловский крест, все понес за них наказание. Вы свободны, мы свободны. Нужно дать Духу поднять эту ситуацию, чтобы могли покаяться. Дальше следует прощение от Его руки, за прощением исцеления любой ситуации, насколько бы сложной ни было. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Что-то происходит? Что-то происходит? Кто-то может свидетельствовать о переменах? Сейчас происходит, Люба? Идите. Выходите, у кого сейчас что-то происходит? Добрый вечер. Братые сестры, я сестра Люба, яка начала гореть борщи два года назад. И винегрет. И винегрет делала. И холодные делала, вареники делала. И вы знаете, вот было 29 авгу. Я рассказывала историю, я рассказывала историю так часто, что Люба не могла стать от депрессии. И ситуация была очень тяжелая. И когда через столько времени такой длительный срок был, я вытягивала Люба молись языками. Языка не слышала, а она не может молиться. И проходит время. Она звонит и говорит на осенье передайте Ире, что я сделала сегодня борщ или негрет. Я думала, ну как бы особое дело. При нет, не понимаете. Когда депрессия угнетает и держит волкова, человек ничего не может делать. Это плен. Не то, что делать. У меня в голове такие были страшные мысли. Это слова невозможно передать. И я знаете, что думала? Ну как? Ну Бог исцелил меня когда-то очень болели руки. как же он, как эти мысли когда они тянутся? Они есть и есть и есть. И это длилось не только эти два года. Это я заболела, это ко мне приключилось гораздо раньше. Внекающие мысли. Ну страшные. Они внетающие страшные. Против детей. Против мужа бы тебя нет. Что ты про детей. Я вот так смотрела у меня такое в голове было. Потом у меня внучка ради вас и против внучки такое было. Я знаю что это неправильно, это не от Бога и ничего сделать не могу. И вы знаете вот Ира свидетель я звонила и меня туда к Павлуку потому что я становлюсь опасной для своей семьи я чувствую что кто-то со мной. Она вот как сказала что сделали овощ парня она из себя сделают овощ а я говорю будем молиться и она помолилась молитвой простой молитвой она разрушала там ты молись языками я буду разрушать я согласилась она помолилась и вот и я еще потом за ней гонялась и за границу звонила но она отключила телефон потому что у меня перец не хватило еще 50 она говорит я приду к тебе жить буду люба но это слушай если ты не станешь словами божьей ничего не будет но думаю ну как же что ж мне делать как же это молиться не могла я просто благодарила бога я дякую тебе господь я дякую что ты держишь в своей руке как написано я дякую 10 глава 10 глава 29 стих держу тебя в своей руке и никто не сможет тебя похитить не сможет похитить меня мою семью с руки божьей и вот хочу засвидетельствовать о славе божьей о милости его и его могуществе он сказал не оставлю и не покину я верующая 95 вот я не была научена я знала писание в голове знала знала даже по стране но я не практиковала я не говорила слово божье в свою жизнь в жизни своих детей я этого не делала и вот можно сказать 28 29 где-то августа я встала и вышла прошло две недели не сразу не сразу не моментально прошло две недели я вышла на кухню и у меня как ну как что-то такое но глаза чистые голова чистая глаза чистые у меня столько работы как я думала все это делать первое сварила борщ я аж давай сварить что я сделала борщ моя семья очень любит борщ каждая мама и каждая хозяйка все любят борщ что сейчас будет а сейчас меня радость большая сейчас меня большущая радость я радуюсь в моем доме мир божий порядок божий и божье устройство потому что наш бог есть бог мира порядка и устройства аминь и я благодарю бога за то что я стою теперь на слове божьем и тот диагноз который поставили когда-то в 2001 году мои дочери Татьяне я просто его сейчас не принимаю уже не принимаю второй год и я провозглашаю что моя дочь Таня храм Духа Святого где Иисус Христос живет Духом Святым и написано там где Тух Господен там свобода и написано они победили Лукавову словом свидетельства своего и кровью ахтца Божьего и кровью ахтца Божьего и я теперь свидетельство такое мое я и дома и будем служить Господу написано написано что если я верую в Иисуса Христа и исповедую Его своим Господом и Спасом то написано Деяние 16 глава 31 стих спасуся я и весь дом мой и весь дом мой и был вот приступ у нее это и она прямо ну с ней такое вот творилось все я не знаю что делать но я вспомнила душ святой мне противостоит кровью Христа и я стала противостоять кровью Христа я Ему заявила отойди сатана от души моя дочь Таня искуплена и дух и душа и тело ее закон духа жизни освободил ее от закона греха и смерти каждая клеточка каждая кровиночка свободна во имя Иисуса во имя Иисуса что произошло она успокоилась она успокоилась она успокоилась она 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 с ней мама говорит я не выдержу я что-то себе сделаю да не будет сатана я разрушаю я разрушаю твои планы дьявол корни плодей и семени могущественное имя Иисуса Христа и как написано написано истая седьмая зала седьмой стих но Господь Бог не сбудутся твои славы против однажды однажды Люба получила откровение вот так вот слово открылось это же не просто у дочери недомогание головная воля или миория это серьезные там моменты и уже который год и вот приходят откровения знаете все начинается вот если я то и дома если я то и если я и делайте что-нибудь станет делайте что-нибудь делайте мы мы не пробуем пробуем мы мы делаем но мы понимаем что в один миг это не приходит автоматически это не происходит так бы все давно были здоровы никакие все клиники были бы пустые никто вообще не умирал на самом деле понимаете это автоматически не происходит пока не истин делает свободное поэтому скорая помощь когда когда ты не пропитываешься постоянно не срабатывает понимаете не срабатывает поэтому любопод напитываемся Пропитываемся и мы рядом А если вы сами по себе А мы сами так не бываем Значит нужно Бог никогда не опаздывает Ничего не произойдет Любовь Однажды пришла Однажды пришла Любовь Она сказала Я поняла Что мне принадлежит власть И когда ребенок носился В состоянии приступа По комнате По комнатам На вся увечья Она сказала Я беру власть свою Имени Иисуса Христа И ребенок успокоился Мама где моя Она 14 часов Однажды молилась на языках Чтобы там Что-то произошло Ничего нельзя было остановить Как можно остановить Силой духа Силой слова Когда есть откровение Это происходит быстро Бог делает это быстрее Давайте мы помолимся сейчас О том что мы услышали Что-то происходит сейчас Скажите что происходит сейчас Добрый вечер Я хочу поблагодарить За комнату исцеления Я получила Силой духу Которое было много лет Я уже много лет Господи Но все равно Что-то было во мне Внутри не так И эта комната исцеления Она дала такую свободу И я Эмочка свидетельствовала Что мне так стало легко Я очень вам благодарна За молитву А сегодня я пришла У меня так болела Правая боку У меня так болела Левая сторона И все это сейчас прошло Спасибо вам У кого-то сейчас У кого-то сейчас У кого-то старается У с твоей стороны Голова у вас болела Сейчас он касается И освобождает Вы должны это чувствовать Кто это? У кого сейчас Это что-то происходит? Есть о чем Надо сказать? Вот знаете Я знаю что происходит На самом деле И вы это знаете Но вы думаете Я при этом еще проверю А вдруг это уйдет? А через день Вы звоните И говорите Слушайте Тогда же все произошло Имейте веру в Божию Имейте веру в Божию Я беру это Я беру это Я беру свое освобождение Я беру свое исцеление Он касается вас Но вы молчите Очень зря Потому что этим Вы утверждаете То, что происходит Научитесь утверждать Имейте веру в Божию Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Господь Это есть мужество Нужно иметь мужество И Бог нам это дам И мы имеем Мир вам дорогие братья и сестры Слава Господу нашему Триединому Отцу Господу Савуфой Сыну Иисусу Христу и Духу Святому Вы знаете У меня боль прошла Буквально 20 минут То есть Ну боль была такая Как будто тебе хорошо Так кулаком под нос зарядили Вот Но Слава Господу Я принял это верой крепкой В принципе вера моя Она не угасала Единственное Есть нетерпение Получить физическое В мире Это скорейшее исцеление Я хочу так же засвидетельствовать Что Ну первый раз я наверное в марте месяце Пришел На служение Пастора Ирины Вот У меня Исцелилась моя Предстательная железа Которая меня тревожила После комнаты исцеления То есть я шел Ну быстро бежал Как раз в преддверии моего дня рождения Ударился Металлическую Ну угол Со всей Силы Да Со всей силы ногой Ну думал там все свезло конкретно И нога опухла Но я тут же Запретил этой боли Я помолился Принял веры Вот И я в принципе уже Свидетельствовал с сестром и братьем В другой церкви В евангельской Вот И Ну не опухлость И ничего Несвезенного Ничего нет То есть Слава Богу Господь велик То есть Свидетельств масса То есть Если начинать в жизни От чего он освободил И от каких Духов И Было все Дух депрессии И так далее То есть И очень сильные Которые тяготели Но я Становился тогда еще Будучи Православием Как бы так Можно сказать Но я Отче наш Там по 33 раза Читал на коленях Тогда в 90-х годах Мне это уже сильно помогало Хотя долго приходилось К этому идти Вот Но есть масса вещей Происходящей быстро И Порой надо преодолеть Какой-то путь Благословения вам Благословения вам Вот Насколько важно Систематически Пребывать Каждый день И это слово Как вода Она вымывает Всякое неверие И все Что мы нагребли Вот за те годы Но когда мы в суете Когда мы наполовину Стоим в боли Наполовину Живем У стоима этого мира Слушайте Тогда комната Истерина должна За вами ездить По пятам Потому что Постоянно Вы будете хватать А там дырка Там дверь открыта И она будет Входить И выходить Как к себе домой Но Вот в чем дело Знаешь Есть время Сеять и жатвы Есть время Сеять Разбрасывать Ками И собирать И я смотрю Знаете Мы людям Которым мы служим Которым оккультизм Ужасные вещи Вот я первая из них Это Блум Вот все то С чем входит Все остальное Вот казалось бы Но я помню первые годы Я сидела у новых Пастор Наташей Батопаевой Я никуда не хотела выходить Папа шутил Потом Может я расслуж Куда дать В Королеву Мне нужно было Раскладушку Мне нужен был Бог Которого я раньше не знала И все что мне нужно Было Быть в его присутствии И я видела Как происходит Истерение чудеса Я видела И утверждала Потому что он здесь Я спрашивала Я спрашивала Его втайне Он отвечал мне явно Вы себе не представляете Что я говорю Я все время была В этом состоянии И в его присутствии Мы исцеляемся Мы исцеляемся В его присутствии Достаточно ничего не делать То есть не находиться В его присутствии Достаточно заниматься Своими делами Аллилуйя Иисус Господь Конечно Я свободен Конечно Но это нужно держать Это нужно за это воевать Поэтому надо на все оружие Божье И это есть плоды Духа Святого И это есть труд И труд любви в том числе Возлюбите И все будет хорошо Остальное все в этих заповедях Так вот этим нужно заниматься Чтобы были плоды Этим нужно заниматься Понимаете? Поэтому люди Которые вообще Казалось бы Сейчас будут такие проявления Сейчас должно такое вылетать Под воздействием силы Духа Святого А нет А ничего А почему? А потому что было посеяно время Чтобы пребывать в Боге И это автоматически происходит Бог не предупредлял два раза в день Вести комнату исцеления Это уже знаешь Помощь зала Это уже Скорая помощь Когда ты не потрудился Пребывать с ним А он с тобой Хотел давно Пребывать И ты давно был бы здоров Если постоянно Каждый день Уделял ему внимание Понимаете? Как это важно Все очень просто Нельзя уходить в простоты Сейчас что? Все Мир вам Церква Благодать Я хочу засвідчити про те Что Мене Господь слілив Дійсно Від духа Угнятения От Сестра свечила И брат вишел Це дійсно Мужність Вийти И свечити И сказати правду Дьяволу Что Иисус Живий Дійсно Так И амінь Вчера я была на кімнаті Стиления Також я давно ходила в церкву Ходила в церкву И думала Что все хорошо Все прекрасно Да Но коли приходит Цей дух Угнятения Я да Я протистояла Но не была навчана Це дійсно Так и правда Я засвідчую Вчера молились На кімнаті Стиления И я засвідчую Я дійсно Туди Я славу Я говорю Я иду в то место А я говорю Вот я сейчас ставлю точку Я полностью исцелена Я приняла Уже приняла А сейчас говорю И даже не обманывай меня Потому что это Никак не лечится Ну как Только в двум руках Аминь 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 У меня Бог исцелил У меня шея болела Левая сторона очень сильно Была автокатастрофа Я попала в автокатастрофу Машина Ну джип Полностью там крыша была уничтожена Боковые стекла Попадали Меня Бог сохранил У меня не было ни синяков Ни царапана Вот То есть Рядом человек очень сильно пострадал Просто я Когда ехала в машину Меня крикнуло Иисус Я трижды Я позвала Богу И Бог Похранил жизнь Но из-за того Что было сильное напряжение Где-то То ли растянулось Растяжки Но вот очень сильная была боль Ну у меня как-то давно была травма еще И видно оно еще Но вот сегодня я Врач в уши Более шла Более 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 Это расслужение И всегда это Более Недостаточно Потому что нужно больше общаться И мы молились об этом Знаете Идти Ну Нам идти некуда Мы собираемся вместе Молимся друг за друга И мы знаем Что Знаете Людям всем это нужно Все не хотят умирать От раков и упухолей Никто не хочет быть в угнетении Никто не хочет Быть в безвыходном положении И не знать Что дать своим детям Если это не сила Духа Святого Поэтому мы учимся Бог приходит и учит нас И это общение Всегда недостаточно Поэтому Бог Это тоже знает Все те люди Которые приходят В миссию Пусть постоянно И вы учитесь здесь И к вам это прежде всего Обращение Вам не нужно Вот так вот Бог чудесным образом Придумывает На левом берегу Действует Вторая комната Исцеления Вам не нужно Ехать уже С левого берега На правый И справа На левый Кто на левом берегу Есть на троечной Комнатой исцеления А также Как бы домашняя церковь Троищенская Я прошу выйти Олю Иру Тань Влада Лену И Наташу Заболю Вот так Бог идет Высцеление Он готовит 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 А потом Раз И это Материализуется Теперь Вот такие Домашние церкви Это будет Второе служение Вот сейчас Действует Домашняя церковь На троищене Ее ведет Оля Многие попадали Под ее руки Они понимают Как действует Сила Духа Святого Также Вы попадали Под эти руки Вы понимаете Что никакого Случайного Быть не может Это ответственно И это Ну Скажем Небезопасно Быть неподготовленными Правда Поэтому Вот Вот та команда Которую Бог Избирает По всем районам Города Киева Это так быстро Все сложилось Вы понимаете Поэтому я прошу вас Так будет действовать Чудесным образом Даже если кто-то Приедет в Киев По скорой помощи Он каждый день Сможет попасть На комнату Исцеление В каком бы ранее Это ни было Троещина Пятница Там какой-то Другой будет День Понедельник Вторник Среда Четверг Это домашняя Группа По вечерам А днем А днем А таком Это исцеление Вот так будет Действовать По всем районам Города Киева Не будет Таких Ащей Потому что Мы уже будем Знать Как кому Как удобно Добираться Запись Будет происходить Тут же Потому что Если мы здесь Не будем Собираться То тогда Бесполезно Все остальное Мы должны Пребывать здесь Соединяться Вместе И разносить Это все По своим Домам Прежде всего Наташа Будет Ты Скажешь Наташа А что же Спрашиваешь Кто Как Винограды Да Винограды Я думала Кто же Это винограды Наташа Будет вести Группу На винограды Это как Маленькая церковь Мы идем По одной Тоже Программе И Бог Касается Одинаково Поэтому Не Не Желайте Чтобы Именно я За вас Помолилась Это неправильно Вы не доверяете Таким образом Богу Он Что это В другом месте Он будет Подтверждать Что его Пыти Не ваши Просто Ожидайте От него Всегда Наташа Будет вести Группу На винограды Даня Будет вести В центре Пока Да Потом Охватим Еще и Дарницу Это район Голосеевский Ира Будет вести Голосеевский район Троещино Хальковский Массив И Позняки Будет По адресу Позняки Мы Эти адреса Вам С вашей стороны Не всегда Удобно Добираться Когда Метро Пешком И так далее Мы привыкли Но Как бы Бог Усмотрел Группа Будет Разрастаться Бог Дает Помещение И это Чудесно Слушайте Что-то Происходит Такое Удивительное Наши Мысли Настолько Ограниченные Оказались Мы Молились За Вот Такое Собрание Где-то Там Нашего Понимания Хватило Может Что-то Там Возле Нашего Офиса Чтобы Офиса Не помещаемся Знаете Но Чтобы Так Стать В центре Города Киева На модельной Залежности И утверждать Свою Славу Знаете Даже В детских Голубых Мечтах Такого Нельзя Придумнуть Было Вот так Это Все Серьезно Бог Желает Бог Желает Чтобы Мы Были Свободны И Зависели Только От Него Только От Него Это Кардинальный Путь Это Наш Путь Это Наш Все Что Вашем Сердце По поводу Дополнительных Собраний Это Еще Один День Если Нужна Будет Комната Исцеления В нашем Районе Если Нужна Домашняя Глуба Это Как бы Тоже Церковь В нормальных Церквях Во два Служения Неделю Вот Второе Служение Восвобождается И Будете Научены Господом Как Выздороветь И остаться В живых Как Освободиться И остаться Свободными И это Изо дня В день Изо дня В день И мы Соединяемся С Иисусом Христом С Его Кровью И телом И Съятворим Его Воспоминания Потом Прошу вас Успокойтесь В трепете И благоговении Съятворите Мое Воспоминание Бог говорит Он сказал Если Не будете Пить Крови Мои И есть Плотимые Не будете Имять Части Со мной Мы Это Делаем Мы Это Делаем Тем Сром Напоминаем Мы Мы В семье Божьей Мы Часть Иисуса Христа Он Наша Часть Мы Одно С Ним Там Нет Недостатка Там Нет Боли Там Нет Немощи Мы Одно С Ним Мы Сочетаемся С тобой Иисус Водно Сие Твои Воспоминания Мы Благословляем Да Мы Благословляем Под хлеб И вино Мы Благословляем Господь Благослови Освяти И очисти Каждого Из нас Принимающего Твое Тело И Твою Кровь Во Имя Иисуса Разносим А сейчас Просто Поговорите С Богом В тишине Не хватает Музыки Но я прошу Вас Бог говорит Он Разговаривает С нами Если есть Какое-то Знаете Ожесточение В сердце Если есть У Вас Знаете Какая-то Обида На кого-то Простите Потому что После Всякого Удивительного Слова Бог Говорит Прощай Если что Имеешь На кого Я прошу Тебя Дух Святой Вот просто Пусть Лицо Этого Человека Всплывет Перед Вами Простите Его Простите Всех И по Любому Случаю Чтобы Не было Преграды Между Вами И Богом Между Его Исцеляющим Присутствием Чтобы Не было Преграды Простите Эта Природа Бога Прощать Вот Если Ты Не Прости Что Я Не могу Я Уже Так Сказала Вам Лучше Простить Чтобы Освободиться И Истолиться Поговорите С Богом Тихонечко Знаю Что Рядом С Вами Сидят Еще Люди Поговорите С Ним Закройте Глаза И Просто В молчании В присутствии Его Поговорите С Ним Если Любое То Есть Если Какое То Есть Ограничение Между Вами И Богом Дайте Ему Это Разрушить Если Какая То Стена Выстрелась Вокруг Вашего Сердца Не Дает Богу Пройти И Пропитать Его Свою Любовью Дайте Ему Разрушить Это Следи С Ним Водно Дайте Ему Течь Через Ваши Тело Через Вашу Душу В освящении Очищении Прощении Грехов И Живи С Освященными Есть Люди Которые Пришли В этот Зал Первый Раз И Вы Никогда Не Исповедовали Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Вам Нужно Повремениться День Его Преломлением Тогда Я Также Прошу Вас Кто Не Крещен Духом Святым Когда Мы Закончим День Преломление Подойдите Вот Туда По Правую Руку Вам Нужно Научиться Ходить В огне Духа Святого Это Сила Которая Предотвратит Всякую Раскаленную Стрелу Лукавого Иначе Бесполезное Исцеление Которое Вы Принимаете Здесь Вы Потеряете Его Если Научитесь Ходить В силе Духа Святого Иоанн Крестил Водою И Говорит А теперь Вы Будете Крещены Духом Святым Он Крестил Водою Чтобы Мы Будем Неуязвимы Иисус Господь Мы Благодарим Тебя За все Что Твои Святой Руки Мы Принимаем Кребоприлавление Вместе Мы Ждем Друг Друг Пока Каждый Не Будет Держать Руки Мы Одновременно Это Делаем Не Торопитесь Мы Одновременно Это Делаем А сейчас Просто Говорите С Богом Иисус Прости Все То Что Меня Раздражало Прости Все То Что Меня Угнедало Что Я Допустила Что То В Свою Душу Прости Меня За Вся Неверие Или Сомнение В И Ранами Твоими Я Исцелился Я Благодарю Тебя За Эту Жертву Я Благодарю Тебя За Это Искупление Ты Понес На Себе Все Мои Немощи Как Ты Понес Грехи Ты Понес Наказание За Мои Грехи Я Так Благодарю Тебя Ты Нашел Меня Очистил Меня От Вся К Исквер Мои Я Стал Твоей Частью Ты Принимаешь Меня В Свою Семью Отец Я Благодарю Тебя Что Ты Принимаешь Меня Такого Какой Я Есть Омываешь И Очищаешь Свою Кровью И Делаешь Меня Сопричастником Святой Жизни В Иисусе Христе А Теперь Саша Эти Хребоприсомление В Трепете И Знаете Что-то Прословленное Тело Соединяется С вашим И болезням Там больше Не место Это Это Совершается По вашей Вере Вы Сочетаете С ним В одно В одно Тело И Его Кровь Омывает И Очищает Вас От Вся Скверны Какая Бо Эта Скверна Ни Была В Мысли Лих Поступках Омывает И Очищает А Где Нет Греха Там Нет Болезней Представьте Что Его Кровь Разливается По Вашему Телу Течет По Вашим Венам Очищая Вас Убилю Говорит Господь Его Кровь Достаточно Его Сил Всегда Достаточно Поэтому Прямо Сейчас Скажите Истину О Себе Своей Душе И Теле Веру Говорю Искуплена Исцелена С макушки Головы Исцелена Поэтому Каждая Клеточка Моего Тела Подчини Закону Духа Жизни Во Христе Иисусе Во Имя Иисуса Я И Дом И Будем Служить Господу Иисус Господь Мой И Он Царствует Обетование Святого Духа Принадлежат Мне И Детям Моим И Я Всегда Буду Иметь Жизнь С Избытком Потому Что Я В Иисусе Христе Там Нет Недостатка Я Благодарю Тебя Господь За Все Что Ты Высвободил Две Тысячи Лет Дом Благодарю Господь Я Славлю Тебя За Все Что Сделал Ты Благодарю Я Тебя За Крес За Кровь Твою Хочу Идти За Тобой Куда Б Ты Не Парел Господь Я Слав Тебя Я Так Тебя Люблю Пусть Твой Огонь Сожжет Все Что Тебе Мешает Пусть Дух Святой Дождем Прольется В Жизнь Мою Я Слав Тебя Всю Жизнь Тебе Я Посвящаю Ты Мой Господь Иисус Ты Мой Господь Иисус Иисус Мы Славим Тебя Мы Славим Тебя Мы Посвящаем Тебя Тебя Господь Царство И Господство Наши Делах Жизни Делах Ты Радость Наша Ты Жизнь Наша Ты Все Во Все Господь Царство И Я Благословляю Каждого Из Вас Я Благословляю Благословите Господа Сотворившего Это Время Для Нас Благодарю Господа За то Что У нас Собран И Ему Было Что У нас Вложить Что Передать Мы Верой Верой Принимаем Все То Необходимое Для Жизни И Благочестия Что Принесет Нам Завтрашний День Во Имя Иисуса Благословляю